Генри Стюарт Хезлит, американский экономист и журналист либертарианского направления, писал колонки и книжные рецензии для многих газет и журналов, в том числе для The Wall Street Journal, The New York Times, Newsweek и других. Биография родился в Филадельфии в семье Стюарта Кларка Хезлит и Берта Заундер Хезлит. Его отец скончался в 28 лет, когда мальчик был совсем маленьким. В 6 лет мать отправила его в частный Джерард колледж, в который бесплатно принимали при поддержке местного филантропа одаренных белых детей, оставшихся без отца. Мать его вышла замуж во второй раз, когда ему исполнилось 9, и семья переехала в Бруклин, где Генри посещал обычную школу. Из-за отсутствия финансовых возможностей после полутора лет обучения в вечерней школе при Нью-Йоркском городском колледже Генри был вынужден расстаться с мечтой, стать психологом и пойти работать. Первоначально Генри Хезлит работал разнорабочим, меняя работу зачастую каждую неделю, но в 1913 год наконец получил постоянную работу стенографа The Wall Street Journal, а в 20 лет им была написана первая его работа. Тинкин Касса Сейнс, которую в 1915 году опубликовало издательство Е.П. Датон, через год выпустив повторный тираж. В 1916 году молодой журналист перешел в Нью-Йорк и в Нингпост, где проработал до 1918. Затем в 1919-20 годах в Мекканикс и Амп. Металл из Нашиналбанк составлял ежемесячные финансовые отчеты. С 1921 по 1923 год был финансовым редактором в Нью-Йорк и в Нингмейл, а в 1923-24 годах писал передовицей редакторские статьи в Нью-Йорк Хералд. В 1922 году также в издательстве Е.П. Датон появилась в печати его вторая книга The Way to Willpower, которой автор защищал индивидуальность и предприимчивость в противовес предопределенности фредельского психоанализа. В 1924 году Хезлит работал в Нью-Йорк-Сан, где с октября 1926 года по сентябрь 1929 года каждую неделю публиковал свои литературные рецензии и заметки, которые создали ему в США репутацию серьезного и думающего писателя. В этой связи его пригласили подготовить биографию известного британского философа Бертрана Рассела по договору с издательством W.W. Нортон Хезлит в 1928-29 годах провел многочисленные интервью с философом, однако в итоге Б. Рассел передумал и решил написать автобиографию. В 1930 году его пригласили литературным редактором в журнал The Nation, имевший левую направленность, однако позволивший ему напечатать множество рецензий на выходившие книги по философии, культуре, истории, экономике и политике. Тем не менее, после дискуссии на страницах издания с известным американским социалистом Льюисом Фишером по поводу приемлемости для страны экономики нового, курса Ф.Д. Рузвельта Хезлит покинул The Nation в 1933 году. Однако результатом работы в журнале стал выход в печати в этом же году его книги The Anatomy of Criticism, где Хезлит дал ранее опровержение литературному деконструктивизму. Следующие два года Генри Хезлит проработал редактором The American Mercury по приглашению основателя и издателя Генри Льюиса Менкина. А с 1934 по 1946 год журналист работал в The New York Times, где писал рецензии редакционной передовицы, охватывавшие самые острые проблемы современности. Именно в эти годы в работах Хезлит особенно ярко проявилось негативное отношение к любым видам государственного регулирования и контроля, будь то ограничение цен военного времени или мера государственного стимулирования в духе Д.Ж.М. Кейнса. Его литературные обзоры и рецензии регулярно появлялись в The New York Times Book Review. В эти же годы Генри Хезлит познакомился и подружился с австрийским экономистом Людвигом фон Мезесом, эмигрировавшим в США. Из-за категорического неприятия Бреттон-Вудских соглашений его отстранили от написания редакционной колонки. А вскоре ему пришлось искать другую работу. Следующие несколько лет он вел финансовую колонку «Бизнес Тайдс» в журнале «Нью Суэк». Но в то же время он написал книгу «Экономикс Инван Лиссон», ставшую самым известным и популярным его произведением. За год вышло четыре издания и было распродано более одного миллиона экземпляров. Также в 1946 году согласился помочь Леонарду Риду в организации «Фонда экономического образования», вице-президентом которого стал. А в 1947 году по приглашению Фридриха Хайка принял участие в организационном собрании и общества «Монт Пелерин» в Швейцарии. А в 1947 году Хезлит написал книгу «Уил Долларс Сави Зе Уорлд», в которой подверг жесткой критике план Маршалла. С 1950 года вместе с Джоном Чимберленом основал и редактировал журнал «Зе Фримен», выходивший в печать каждые две недели. В 1950-52 годах вместе с Чимберленом был со-редактором, а в 1952-52 годах – главным редактором журнала. Однако в 1956 году из-за финансовых трудностей журнал был выкуплен Фондом экономического образования и объединен с ежеквартальным журналом Фонда «Айдиасон Либерти» в новый ежемесячник «Зе Фримен» «Айдиасон Либерти». В дальнейшем Генри Хезлит продолжал сотрудничать с новой редакцией. В 1951 году в Нью-Йоркском издательстве «Апплтон» вышел единственный роман Хезлита «Зе Грейт Эйдея», изданный в следующем году в Лондоне с названием «Тайм Уилран Бек». В 1959 году в издательстве «Де Ванна Странт» вышел серьезный труд по экономике «Зе Фейлер оф Зе Нью Экономикс» «Ананалисис оф Зе Кейнзиан Фолисис», в котором Хезлит по главам раскритиковал основной трактат «Деже М. Кейнса» Общая теория занятости, проценты и денег с позиции австрийской школы в экономике. В следующем году под редакцией Генри Хезлитта выходит сборник работ известных экономистов «Зе Критикс оф Кейнзиан Экономикс», продолживший критику кейнсианства. Основной философско-этический труд Хезлита «Зе Фаундишнс оф Моралити» вышел в 1964 году также в издательстве «Де Ванна Странт». Скончался 8 июля 1993 года в возрасте 98 лет. На протяжении практически всей своей жизни и активной деятельности Генри Хезлитт отстаивал принципы свободы и индивидуализма, последовательно критикуя государственное регулирование инфляции и построение государства всеобщего благосостояния. Среди его знакомых и друзей экономисты Бенджамин М. Андерсон, Людвиг фон Мизес, Фридрих Хайк, Леонард Ридт, журналисты и писатели Генри Менкин, Джон Чемберлин, Изабель Патерсон, Роус Лейн, Айн Рент, Лоуренс Фертик, издатель консервативного журнала «Ношенау Ревью», Уильям Ф. Баклиэм Эйл и другие основные работы. За свою жизнь Генри Хезлитт написал два трактата по экономике, этике и философии, роман «Трилог по литературной критике», 16 других книг и огромное число статей в сборнике, был редактором нескольких сборников, писал статьи, комментарии и рецензии. По его собственной оценке он написал более 10 миллионов слов, что составляет 150-томное собрание сочинений. Экономические работы The Full-Ell Employment Bill An Analysis 1945 Economics in One Lesson 1946 Will dollars save the world 1947 The Failure of the New Economics An Analysis of the Keynesian Follices 1959 The Critics of Keynesian Economics 1960 What you shall know about inflation 1960 Man vs. Will Far State 1969 The Conquest of Poverty 1973 To Stop Inflation Return to Gold 1974 The Inflation Crises and How to Resolve It 1978 From Britain Woods to World Inflation 1984 Публицистические работы Practical Program for America 1932 The Anatomy of Criticism 1933 Instead of Dictatorship 1933 A New Constitution Now 1942 Freedom in America The Freeman 1945 The Illusions of Point 4 1950 Роман The Great Idea Философско-этические работы The Freeman's Library 1956 The Foundations of Morality 1964 The Wisdom of the Stoics Selections from Sineca Epictetus and Marcus Aurelius 1984 Иные работы Thinking Casa Science 1916 The Way to Will Power 1922 The Wisdom of Henry Hazlitt 1993 Изданные на русском языке Типичные ошибки государственного регулирования экономики М. Серебряные нити 2130 секунд ISBN 5-89163-017-6 Экономика за один урок Первый из Тпереулок Сангл И.Н. Сиренко М. Серебряные нити 2160 секунд Вторый из Тпереулок Сангл Б.Л. Глушак А.С.В. Ляховки М. Уильямс 2007 256 секунд И.Н. Сурн В.Л.Аён